Всем-всем доброе время суток! Мы на даче. Были только позавчера. И смотрим, что же тут у нас новенького произошло. Вот. А стильба у меня молодая. Поэтому еще в таком приглушенном цветении. И издалека увидела, что лилии распустились. Но сейчас я сначала обойду, посмотрю, что здесь творится. Хочу показать, как обрастает мой самодельный шатер веночком. Смотрите. Вот даже собрался распускаться веночек. Будет очень красиво. Вот. Обрастет весь. И будет такой цветной шатер стоять. Шалаш. Хосты зацвели, как крокусы. Цветочками, как крокусы. Красивая. И расцвела. Позавчера там была набухшая. А сегодня уже... Ах! Лилия. Лилия. Из которой я сделаю тоже настойку лечебную. Кто не видел видео мое, смотрите, вот такая лилия, вот такого сорта. Просто берете вот так, подрезаете. Вот так складываете ее, всю с тычинками, с листочками, в банку и заливаете. Можно самогоном. Можно водкой. И потом вот лечить всякие раночки. Вот у меня цементы образовались, рамки. Вот я лилией спасаюсь. И вообще фурункулы, клещики, гнойнички. Ну, флоксы я показывала уже. Да, красиво белые флоксы. И еще, смотрите, что расцвело. Вот, какие красавицы начали цвести. Три. Я покупала три этих корня. Одну, как луковицы, да, три луковицы. Но две было с двумя этими росточками. И сейчас получилось, вот смотрите, сколько. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Она хорошо размножается сама. Это очень красивая лилия. Она почти как я ростом. Вот мне она почти, ну, выше локтя. Красивая лилия. Это лилия декоративная. Из нее лекарства не делаются. Делается только вот из сорта регалеты. По-моему, правильно я называю каждый раз. Думаю, правильно я называю или нет этот сорт. Ну, в общем, с сильным ароматом, который лилия. Именно белого цвета, только из нее делается настойка. Собираем понемножку огурцы. Уже надо начинать закрывать в баночке. Пойду сейчас вишенки немножко соберу, заморожу и на вареники с вишнями. Были в фикс-прайсе и купили еще вот такую поудобнее сидушку на сиденье-унитазах. Те, которые раньше были, они на замке были, а эти на липучках. Так что имейте в виду, кому надо. Эти проще крепятся. 99 рублей она стоит. Вот нашла еще. У меня здесь, у нас здесь еще вот виноград. Сарай с этой стороны плетает. И флоксик вот такой расцвел фиолетовый. Надо как-то их тоже грубками собрать. А то они то здесь, то тут, то там. Вот еще такой же. Можно с ахиноцеей спаровать, потому что они... Сделать композицию. Потому что ахиноцея тоже такого цвета. И флоксики фиолетовенькие. А, вот еще один. С этой, с фиолетовой. Это значит три вида у меня. Белый. Белый с такой розовой серединкой. И розово-фиолетовый. Снимаю уже дома. Некогда было там снимать, потому что бегом голопом. Дождик начал накапывать. Вот собрала смородину. У меня там куст такой заброшенный в вишнях. Вообще удивляюсь, как что-то еще там выросло. Вот столько смородинки. Немного успели вишни собрать. И вот столько уже у нас огурчиков. Сейчас буду их закрывать в банку. У меня есть отличный, очень легкий рецепт. По-моему, два лета подряд я его снимала. Потому что он вообще такой легкий. Легче не бывает. Беспроблемный рецепт. Ну, думаю, на баночку литра 800 хватит. И здесь вот набрала специи. Хрен, листья смородины, листья вишни. Все побросала. Сейчас буду все разбирать. А это мы выкопать успели. Однозубки. Это вот чеснок, который сажается из стрелки. Те, у кого есть огород, они знают. И вот такие однозубочки рождаются. Это делается для обновления чеснока. Допустим, кто там 2-3 года сажает один и тот же чеснок. И вот обновляют. Но мне обновлять не надо. Просто мне было интересно, что же вырастет из этих семян, которые находятся в стрелке. Вот выросли вот такие однозубки. И я их буду резать. Сейчас основной чеснок мы еще не копали. И буду его резать в огурцы, закрывать. Вот такой урожай. Вишня там еще есть. Я думала, вообще вишни не будет. Я уже немножко заморозила. И здесь немножко заморожу. И Коля просит вареники с вишней. Надо будет сделать вареники с вишней. Все. Вот такой еще один день. Прошел. Все бегом, все бегом. Прибежала. Быстренько народ накормила. Теперь буду заниматься вот этой переработкой. Помыть. Огурчики сейчас поставлю в воде. Пусть намокают, мокнут. И закрывать. И еще шкаф доделала. Уже двери крашу. Доделаю. Покажу. Все. Всем на этом всего хорошего. Хорошего настроения. Хорошей погоды. Летней. Кто отдыхает, хорошего отдыха. Всем мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok.